Этот материальный мир подобен большой, быстрой реке. Если человек попал в такую реку, может, это оказывается горной реке, я переходил весною на Алтае, там Катунь, там бесполезно, там огромные бревна несутся, камни. Не спастись, не выбраться на берег. И вот такова природа материального мира. Какая разница для человека в этой ситуации, проклинают его или нет? Что толку, если я уже в такой ситуации? Если человек несется, тонет в реке, какая разница для него в этих всех проклятиях? На самом деле нет никакой разницы уже для него. Там райские, адские планеты, что бы мы ни говорили. Потому что он тонет. Допустим, человек умирает и приводит сто прекрасных девушек, чтобы он мог наслаждаться. Что толку у них? Надо понять, что в этом мире живое существо дживо страдает. Потому что все, все тут временно. Тут нет ничего вечного, постоянного. Если человек уже страдает, уже умирает, какая разница для него, что происходит? Ну, какая разница, если человек умирает, что происходит? Ну, ему говорят, вот тебя посадят в тюрьму. Какая ему разница? Он все равно вот сейчас уже умирает. На самом деле человек в этом материальном мире не имеет никакого счастья. И поэтому бахтинута такой он поет. Радхи-кришна, бол-бол-бол-бол-гасабай. Шик-кадия-сабани-дия. Перечиня-чига-гни-тая. Мая-боши-джача-беси. Кача-хабу-ду-бу-двай. Хабу-ду-бу-бай. Пойте, пойте эти имена, Гадха-кришна. Всех призывают Господь Чайтани, Господь Нитянанда, которые танцуют по всей Наде. О брат, находясь во власти Мая, ты страдаешь. Ты увлекаемый ее волнами, то всплываешь, то погружаешься на самое дно океана иллюзии. Вот это хабу-ду-бу-дай. Так как человек, он тонет и пытается вдохнуть, а такие звуки издает. Если у тебя есть вера в то, что душа вечная служанка Кришны, то все твои страдания исчезнут без следа. А когда ты начнешь петь святое имя Кришны, твое тело затрепешет в экстазе, а из глаз польются слезы любви к Богу. Так нам говорит Бхактинон такой. Пойте, Ратра Кришна, и живите в обществе преданных. Это все, о чем я прошу. И Бхактинон такой говорит. Когда я пою святое имя Господа, все опасности уходят прочь. Так мы тонем в реке материального существования. И Нагадамуни дает наставление Харьяшам. Он дает наставление сыновьям Дакши. Дакша отправил своих сыновей совершать аскезы, чтобы они могли зачинать потомство, творить. Нагадамуни увидел, что они очень хорошо совершали эту тапасию, что они очень низко нехорошие юноши. И он подумал, зачем им дальше страдать в этом материальном мире. С чем мы вовлекаться в это все. Я дам им наставление, чтобы они уже никогда не страдали в этом материальном мире. И одно из этих наставлений такое. Сэшти апьяя карим майям вела куланта вегитам. Они очень символичны, эти наставления. Он говорит здесь, что река, и она течет в двух направлениях. Одновременно течет и туда-сюда. Обычно реки, они текут с гор к океану, сверху вниз. Но тут река движется в обоих направлениях. И вот в этом материальном мире есть два вида деятельности. Это творение и разрушение. Сэшти и пролая. Если человек не знает, не понимает, как тут все устроено, он падает в эту реку, и он начинает страдать. И в какой-то момент он хочет выбраться из этой реки, хочет выйти на берег. Но он не может это сделать. Потому что у берега течение, оно сильнее. То есть у берегов течение становится более сильным. И вот таково положение сакама карми. Сакама карми стремятся наслаждаться. И так они обретают страдания. Допустим, вы хотите что-то творить, что-то создавать, зачинать детей. Это значит, что вы хотите наслаждаться этим материальным миром. И так вы будете тонуть в этой реке материального существования. Никакого удовольствия не получить тут. Потому что постоянно будет творение и разрушение. Нагадамуни так говорит Харьяш вам. И дальше Шилл Павпада, он говорит, что тот, кто упал в маю, он не может выбраться. Очень трудно из мая выбраться. Майя, она сравнивается с ведьмой. Как описывается, старая ведьма. И она что делает, ведьма? Есть такие сказки. Есть одна тоже русская сказка такая. Эта мая днем держит нас козленком. То есть делает так, чтобы мы в течение дня были козленком. А ночью она наслаждается с нами. Как нам спастись от этой мая? Если человек выйдет на берег, тогда он спасется. А берега Дагьяна и Тапаси. Из-за Агьяны, из-за невежества, из-за того, что человек не знает, не имеет знания, он упал в эту реку, в материальный мир. Благодаря знанию и аскезе, человек, он сможет выбраться. Он уже никогда не будет тонуть в этой материальной реке. На самом деле, без всякой нужды, без всякой необходимости мы попали в оковы мая. И поэтому мы страдаем. Как вообще это могло произойти? Как это получилось? Мы занялись закама кармой. Мы хотели получать какие-то плоды наших действий. То есть я действовал, желая наслаждаться чем-то, получая, получать какое-то наслаждение результатами. Допустим, я вырастил дерево, да, и я хочу насладиться плодом этого дерева. Вот это Махамайя Дурга. И у нее есть горшок, да, у этой Махамайя. И мы находимся внутри этого горшка. И что она делает в Дургадеве? Сришти-стрити пралая садра на шахте эка. Говорится это Брахма Самхита. Без воли Дурги мы ничего не сможем тут сделать. Мы тут полностью под ее контролем. И когда человек в невежестве, когда не имеет знания, он попадает под контроль Дурги. Если человек попадает в сильное течение реки, он погибнет. Нет шансов выжить. Ну, кто бывал в такой ситуации, он понимает. Но как спастись? Есть ли шанс? Кто может спасти такого человека? Тот, кто имеет сознание Кришны, он может спасти. Он может схватить, схватить за шикфу и вытащить. Он спасает, давая знание, давая понимание, осознание Кришны. Джива Кришна даст. Вот такое знание даст. Даст предное. Он напомнит нам. Ты, Кришна, даст. Что ты тут делаешь в этой реке? Пойдем служить Кришне. В тот момент, когда я пойму, что я Кришна, даст, то все мои страдания, вся эта Духа, все это уйдет, исчезнет. Не будет больше этой реки. Вообще нет страданий. Сознание Кришны спасает нас, защищает нас. И личности в сознании Кришны, они наши спасители. Они цитируют из Писания, из Шаста. Они татва-вета. Они знают татву. Они видят татву. Татва-дражды. Иначе они бы никому не могли помочь. Чтобы постичь ведическое знание, надо совершать тапасию, садхану. Такой процесс. Допустим, в самолете, когда вы летите, вы помните, что... Ну, там описывают, когда случилось что-то, и вы полете кислородной маски. Сначала надо надеть кислородную маску на себя, а потом уже помочь окружающим. Даже если это ребенок, все равно сначала на себя, а потом на ребенка. Поэтому прежде всего надо совершать хорошо свою садхану. Нужно применять это ведическое знание в своей жизни. А затем уже мы можем распространять. Ачаги происходит от слова ачагати. То есть он делает в своей жизни. То есть он прежде всего сам практикует. И потом, таким образом, он уже помогает другим. Смотрите, сейчас много ученых, да, много великих, вроде бы, знатоков в разных областях. Но помогают ли они тем, кто упал в маю? Нет, наука может что-то и поможет сделать в обычном океане. Ну, допустим, если человек тонет в океане, то вертолет могут послать, да, как-то вытащить его. Но в океане материального существования наука, она никак не помогает. Сейчас люди, они как сумасшедшие. Они постоянно пытаются что-то усовершенствовать. Да, вот везде, смотрите, во всех областях, да, какие-то. Вот, ну, появились телефоны, я еще помню, когда этого вообще не было. Ну, мобильные имеется в виду. И потом, ну, постоянно совершенствуется, да. Был простой, стал сложнее, больше каких-то функций, да. Постоянно все совершенствуется. Телевизор, новый телевизор, компьютер, новый компьютер. Вот какие-то все новые, новые технологии. Все совершенствуется. Столько происходит сейчас научных изысканий в разных областях. Но могут ли эти научные изыскания помочь человеку выбраться из океана материального существования, из этого материального рабства? Нет. Для этого нужно ведическое знание. Для этого необходима татва. Нужно получить абсолютное знание. Материальное знание – это авидия, это андхакара, это тьма. И нам надо понять, как освободиться от этой тьмы, от этого невежества. И вот это и есть настоящее знание. Ученый человек скажет, ты, Кришнадас, зачем ты страдаешь тут? По-настоящему ученый, реальный ученый, он скажет нам вот так. Зачем тебе страдать? Никто тут не должен страдать. И вот Нарада Муни, он очень опытный, он знает татву. И поэтому он теперь говорит Харьяшу, вы прошли через аскезы. Пожалуйста, примите серьезно вот это знание. Когда человек хорошо совершает садхану, тапасию, даже если очень немного ему сказать, то есть такому человеку даже намекнуть, он легко поймет, он хорошо примет. И вот здесь Нарада Муни говорит, зачем вам без нужды страдать от этой Майи? Вам всего лишь одна вещь нужна. Вам нужно только поверить, что вы слуги Кришны. И не будет тогда никакой духи. На самом деле неважно, где такой человек окажется. Даже на адских планетах он не будет страдать там. Проклятие или благословение для него одно и то же. У того, чье сердце стало чистым, надо от него принимать любое знание. Все, что он нам дает, такой чистый человек, надо принимать от него. Если вы попытаетесь рассказать мясникам, что вы в рабстве, вы в мае, что вы много страдаете, они не поймут. Это трудно будет им объяснить. Вот шахтерам тоже есть этот пример, да, как один христианин пытался объяснить шахтерам, что такое Иисус, кто такой Иисус Христос, что они страдают, что их условия адские и так далее. Бесполезно. Трудно объяснить. Но другим, можно сказать, совсем немного, совсем чуть-чуть. Потому что они совершали какую-то садхану, какую-то тапасию. Если им сказать, они поймут. И на Радамуне он увидел, что эти харьяши, они хорошую тапасию совершили. И теперь он сказал им, и они очень быстро поняли, сразу поняли. Они поняли, как это так, что река течет в двух направлениях. Тот, кто не предался Бхагавану Кришне, он не может выбраться из этой реки. Если моя сварупагьяна, да, вот это мое знание о себе покрыто иллюзией Майи, как мне понять, что я являюсь вечным слугой Кришны? Не получится. Но, понимая, что я слуга Кришны, я могу выбраться из Майи. Но сразу вопрос возникает, ну, уже я покрыт Майей, да, то есть я уже не понимаю, как мне быть, что мне делать. Это реально трудная ситуация. Очень трудная ситуация. Майя – это не просто деньги, женщины, да, как иногда говорят, что, ну, вот эти чувственные наслаждения – это Майя, еще что-то – Майя. Нет, Майя – это покрытие, покрытие нашей сварупагьяны. То есть это что-то, что не позволяет нам стать Кришнадасом, что, ну, как мешает, да. Это могут быть и какие-то амбиции, какие-то… То есть Майя, она очень искусна. На любом уровне она словит нас, чтобы убедить нас, что я не слуга Кришны, да. Вот это не только женщины, деньги или даже вот эти амбиции практически. Поэтому нам надо быть очень внимательными, когда мы совершаем садхану, когда мы стараемся идти по этому духовному пути. У Майи есть две такие могущественные функции – это абаганатмика Крия и пракшипатмика Крия. Что она прежде всего делает? Прежде всего она покрывает эту нашу сварупагьяну. То есть вот это прежде всего, что она осуществляет. То есть она хитро так обманывает нас, говорит, почему ты так думаешь, что ты слуга? Ну, тоже можно насладиться чем-то, да, что-то управлять, контролировать. То есть очень хитро она, ну, какие-то дает нам отождествления. Вот. И затем она уводит нас прочь от Кришны. То есть как только у нас вот такое замешательство, что, а, может, действительно, и все. Она уводит нас от Кришны. Из-за этой Майи я забыл, что я Кришна дас. Майя не дает мне идти к Кришне. Ну, как бывает так. Ну, я, допустим, думаю, ну все, надо идти к предным, да. И тут жена кричит, а куда ты собрался? А я пошел слушать Бхагаватам. Ну, постой, дома у нас тоже есть Бхагаватам. Вот. Я тоже хочу слушать. Вот. Садись здесь и читай мне Бхагаватам. Я хочу слушать тебя. Я думаю, ну, хорошо. Гуру-деф же мне говорил, что, ну, если кто-то хочет слушать Бхагаватам, я должен читать ему все. Не пошел к предным. Не пошел слушать от Садху, от Вашнава. Майяна очень хорошо работает. Она не позволяет нам пойти к Бхагавану Кришне. И это ее работа, на самом деле. Не то, что она действует по своей прихоти, да, что она вот такая плохая, она так действует. Это ее функция, это ее работа. Она действует по указаниям Бхагавана. Майя, она одна из шакти Бхагавана. Вот. У Бхагавана множество шакти. И майя, внешняя его ноги, она одна из таких шакти. На что она похожа? Это как змея, которая оставила кожу, да. Она выглядит внешне, как змея. Но это не змея. Это майя. То есть, вот такая у нее функция. Ложь, но она выглядит истинной. Вот такова внешняя энергия Господа. Так она устроена. Но все равно, она очень могущественна для нас. Несмотря что она просто кожа. Почему? Причина только в одном. Потому что мы забыли, мы не знаем, что мы слуги Бхагавана Кришны. Если мы вспомним, то майя станет очень слабая. Когда мы станем слугами Баладевы, то мы получим всю силу, всю балу. День и ночь светло в духовном мире. Не надо там солнца, да. Он самосветящийся. Нам не выбраться из оков майя, пока господин майя не скажет. Это мой предан, не то что. Майя тогда не приблизится. Поэтому Кришна говорит, Человек выберется из оков майя, потому что он предался господину майя. Все, что я вижу, тут я считаю объектом своего наслаждения. Думаю, я пытаюсь оценивать это, измерять, думать, как это будет полезно для меня. На самом деле я тону в сильных потоках реки Майя. Вот это хабу дубу. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Если мы имеем сукрити, тогда мы сможем обрести садху даршин. И что это такое? Как вот это понять? Садху даршин. Это значит, что святой садху бросает на нас милостивый взгляд. Это не так, что, о, пойду посмотрю на садху, да, или я увижу садху, или я вижу садху. Нет, это не так. Он посмотрит на нас. И вот поэтому садху они постоянно путешествуют. Брахмандабрамитэконбхагияванджив. Через множество брахманд, множество жизней, разных форм жизни я уже проходил, скитался тут. И теперь я обрел садху даршин. Садху взглянул милостиво на меня. И что это за милость? Это бхакти лата биджа. Это семя Лианы Бхакти. Что надо с ним сделать? Кто-то думает, надо съесть его, надо насладиться. Нет, это семя надо посадить. Его надо посадить. И каждый день поливать, слушая его, спевая. И тогда эта Лиана, она будет расти. Каждый день. И надо быть также очень осторожным. Особенно надо быть осторожным с бешеным слоном, чтобы он не уничтожил, не растоптал эту Лиану. И этот бешеный слон, это оскорбление вайшнавов. И не только это. Множество сорняков, когда мы будем поливать, мы будем воспевать и слушать, множество сорняков начнет расти. Вот разных анат. Если их не вырвать, то вот эта семя Лиана Бхакти, она перестанет расти, потому что все будет выпивать эти сорняки. Нельзя позволять этим посторонним желаниям расти. Если мы будем заботиться хорошо о Лиане Бхакти, она достигнет лотосных стоп Кришны. Мы сможем очень легко добраться до лотосных стоп Кришны, благодаря Лиане Бхакти. Я не хочу больше наслаждаться здесь. Не желаю. Пургава, помните? Он вообще потерял счет дням и ночам. Он постоянно наслаждался сексом с Урваши, с этой небесной проституткой. Но когда Урваши ушла, он понял, что я делал. Столько времени, столько времени. Я занимался. Чем я занимался? Это Урваши просто пила мою кровь, как тигрица. И тогда Чайти Гуру Параматма понимает, о, этот человек, он реально стремится ко мне. Теперь я все устрою. Я явлюсь как Гуру. То есть, когда это произойдет с нами, когда мы поймем, в каком мы ужасном положении, Гуру, он проявится. Он придет к нам. Это начальное образование, которое нам дается. Это самое первое, что нам говорят. Вот это жизнь, а это мертвое. Это живое, это настоящее, а это мертвое. Если мы не можем отличить жизнь от материи, то что? Фактически мы являемся этой материи. То есть, мы считаем себя этой материи. Облака не могут появиться без солнца. На самом деле, солнце является причиной облаков, потому что солнце испаряет воду из океана, из водоемов. И эта вода, она образует облака. Но эти же самые облака закрывают солнце. Каким знанием нам понять, что есть дух, а что есть материя? Только настоящее знание, настоящее гьяна тут поможет. Это вигьяна позволяет отличить чит и ачит. Или по-другому, что это такое вигьяна? Это виши-шагьяна. А, смотрите. Вигьяна позволяет отличить чит и ачит. А виши-шагьяна позволяет узнать о Кришне и его лилах. Сейчас, благодаря обычной науке, много разных, казалось бы, хороших вещей делается. Но, благодаря этой науке, мы не можем обрести праёджанататву. Мы не можем обрести Кришну прямую любовь к Кришне. Чтобы прийти к этому уровню, праёджанататву, что нам надо? Нам нужна садхана бхакти, нам нужна апхидея. Без апхидеи не обрести Кришна прямую. И Кришна, Он принял роль ачарьи, чтобы дать нам знания. Ами самбанха татва амага гьяна вигьяна. Ами пати садана бхакти апхидеи наму. Если Джива понимает, что она Кришна даст, то есть она имеет сильную веру в это, то, говорится, дукхана, нет страданий, всё. Но, тут дальше говорится, если у нас нет любви к Кришне, мы не сможем служить Ему. Чтобы служить Кришне, надо иметь любовь. Всё, что является манадхармой, то есть то, что получено, нет ачарьев, то есть это какие-то выдумки, пусть даже очень продвинутых людей, всё это нас приведёт к материальному разуму, то есть любая манадхарма, она даст нам материальный разум. И поэтому нам постоянно говорят, будь осторожен, ничего не додумывай, не добавляй ничего, как Шила Павпада говорил, ничего не добавляйте, иначе всё испортите. Всегда служите Мне с любовью, и Я дам разум, так говорит Кришна. Благодаря такому разуму мы уже никогда не вернёмся сюда. Зачем разумный человек будет попадать в реку и тонуть в ней? Ну, вот какой разумный человек поступит так? Что делает разумный человек? Он, Кришна, Баджанакари, он совершает Баджан, служение Кришне. Если у него остаётся желание, что это значит? Значит, что он глупый, это ещё глупость осталась. Кришна думает, когда к ним приходят с такими желаниями, он думает, это мурка, он глупый человек. Он служит мне ради каких-то материальных благ. Но я не глупый. Поэтому я дам ему свои лотосные стопы. И так он забудет о том, для чего он пришёл ко мне. Что сказал Друва Махарадж в итоге? Он сказал, мне вообще не нужны эти все благословления. Мне не нужно ничего материального. Я пришёл, чтобы получить высокое положение. Я хотел стать выше. Ну, как, занять положение даже деда, брахма. Что произошло? Мачеха согнала его с колен отца. И Друва плакал. И тогда мачеха сказала, у тебя нет шансов. Пока ты не родишься из моего чрева, ты не сможешь сидеть на коленях отца. Друва тогда решил обрести положение своего деда, положение брахма. И как? Как обрести это? Мать сказала ему. Ну, мать тоже, она расстроилась. Но она сказала, единственное, что могу посоветовать, это совершай тапасию. Постарайся удовлетворить Господа. И тогда получишь всё. И он, Друва, обрёл возможность высочайшего положения. Но, увидев Бхагавана перед собой, он полностью забыл об этом. Он уже не желал того, ради чего он стремился к Бхагавану. Он просто возносит молитву, он просто прославляет его. И Бхагаван говорит ему, я готов дать теперь тебе любые благословления. Проси, пришло время. Но он отвечает, мне ничего не надо. Я пришёл к тебе, чтобы получить высокое положение. Но я обрёл тебя. И вот это очень редко достижимо для мудрецов, для великих йогов, даже для индры. Что мне ещё больше надо тут? Я пришёл за осколками битого стекла, но обрёл огромный бриллиант. Зачем мне это стекло? Мне всё это не надо. Ничего мне не надо больше. Я совершаю Кришна Бхаджин. Но это возможно только в человеческом теле. Посмотрите, вот вокруг сколько людей. Ну, разных живых существ, но сколько среди них людей. Очень немного людей, да, столько насекомых, столько рыб, да, столько всяких моллюсков, там, разных червяков, там, чего только нет. Но людей очень мало. Поэтому Шила Павлопада говорит, что даже среди людей, людей очень мало. То есть те, кто сейчас, ну, выглядят как люди, они подражают животным. Они просто как двуногие животные. Есть такая история, как однажды гуру, он послал ученика и сказал, пожалуйста, иди собери пхогу, ну, какие-то продукты для гопала, для божества. Но возьми вот эти очки, и так ты сможешь с помощью этих очков отличить, человек это или нет. И беги пожертвования только у людей, у других не беги. Он ушел утром, и Гурдев весь день ждал, и только вечером этот ученик пришел. И почти ничего он не принес. И Гурдев спросил, как так, что такое? И ученик ответил, только в двух местах я смог найти, ну, совсем чуть-чуть. То есть мне дали совсем чуть-чуть. А почему? Ты же шел утром, ты столько ходил. Что поделать, Гурдев? Я практически не видел людей. Конечно, у них не было ни рогов, ни копыт, но это были животные. И только двух людей я смог найти. Хорошо, ответил Гурдев. Люди, на самом деле, очень редкие. Многие только внешне похожи на людей. Ты, Манушья, да? Ты человек, но что ты делаешь? Чем ты занят? Ты действуешь, как животное. Только люди, они могут стать дорогими слугами Бхагавана. Только люди могут понять, я вечный слуга Бога. И они никогда не падут, не попадут в эту реку. Для них, на самом деле, все хорошо. Они всегда испытывают блаженство. Это из лекции Шиши Мат Чайтани Чандры Прабу. 15.10.2009.